предположим вот это важное дело все сделали и у всех людей про судьбу дальнейших которых мы говорим есть этот самый нормальный адвокат и вот человек говорит прошу адвоката вот этого конкретного адвоката а не будет она сейчас и выходит поковыряв например в ухе или в зубе в носу и исчезает на несколько часов бывает бывает сидите ждите сидите ждите а потом приходит ночью не передумал адвоката время ночи у тебя трусов и носков не передумал за телефон позвонить у тебя тоже нет потому что тебя его отобрали а так право не имеете на справа один звонок дать я позвоню был случай не так давно один достаточно серьезный сотрудник правоохранительных органов при больших звездах когда его вызвали на допрос звонил мне я говорю ты мне зачем звонишь он говорит алексей мне нужен адвокат то если ни жене позвонил 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 мне в мобильный телефон мы нашли адвокат направили ему а если это какой-то маленький ничтожные его сам таких примерно 28 порядок 1 автозаке ты сидишь а там один какой-то человек в погонах который медленно ходит туда-сюда иногда разрешает выйти в туалет она все эти крики возбужденных граждан что они имеют право на звонок ну да да и уходит я не думаю что вот у всех этих двадцати восьми человек через полчаса встречи с дерипаской они покупают у него долю в никеровом заводе как он то я не думаю что у всех у них что-то страшно дом происходит в этот момент я думаю что час полтора два сделать паузу и стоять на своем можно в этой ситуации можно да вот это момент тяжелый жизненный где начинают работать другие правила и это нужно воспринимать спокойно нужно понимать что ты попал в такую ситуацию и ну не рваться по крайней мере не кричать его я хочу писать и привезите мне срочно адвокаты иначе я сейчас буду здесь головой биться да иди бейся у нас тут позавчера 10 человек бились головой ну и что условно говоря это безлимитный bdsm без стоп слова но только в отношении тебя вот тут на воображение отказывает я с другой кафедры давайте другую метафору я даже не смогла прочесть 50 оттенков серого а кто-то понял и смеется здесь нужно для себя понимать безусловно что нет таблетки особо один не тот кнопки с аналогичным названием есть только игра на шансах и ты их себе либо увеличиваешь либо уменьшаешь своим поведением чем ты спокойнее это будешь принимать тем больше у тебя шансов что вреде будет причинен минимальный он все равно будет какой-то причинен тебе вред это не пройдет бесследно но минимизировать его не бояться это в твоих силах спокойствие только и спокойствие ну и кстати вообще вся эта ситуация когда я сижу пытаясь вспомнить имя адвоката и вспомнить что нельзя оставлять неподписанным протокол где-то я нахожусь в каком-то отделении одна или не одна какие-то мутные люди в погонах которые меня пытаются игнорировать а сколько меня там имеют право держать потому что очень много разнообразных сведений в средствах массовой информации принято говорить три часа 72 36 как-то все все у всех есть какое-то смутное представление о том что есть какие-то часы после которых вроде тебя надо отпускать про это написано много много инструкций где разложено все по часам при каких обстоятельствах сколько можно человека держать но я бы рекомендовал об этом вообще не думать вот просто тупо не думать большинство людей которые обращаются за юридической помощью ко мне и сидят по три-четыре уже года там под семь по восемь или больше лет они выходили из дома и когда их задерживали они думаешь сейчас они вернутся быстренько понятно что если это дело об административном правонарушении там бречь будет идти часах или сутках если это уголовное дело то нужно рассчитывать на серьезные риски лучше сразу рассчитывать на серьезные риски потому что ну как практика показывает люди бывают задерживаются по людей задерживают по делам административных правонарушениях а потом появляются уголовные дела и вменяют обвинение в совершении тяжких особо тяжких преступлений ничего так разговор наше сави развивается то есть сначала еще за том что если уж тоже вышел из комнаты то будет готов к драке с гопотой в подворотне а в принципе быть готов вернуться в свою комнату через несколько лет как внутренне готов такой серьезный дзен тюремный но это по крайней мере вам поможет не принять каких-то глупых эмоциональных решений которые будут мотивированы ложно мотивированы желанием через час оказаться дома то есть рассуждение о том что в отделении тебя задержанного по административному делу не имеют право держать дольше чем n часов или в автозаке дольше чем n минут и часов же она бессмысленная потому что не подкрепляется реальностью вы знаете придумать какие-то основания для того чтобы держать дольше никаких проблем нет а сама по себе игра на том что человек хочет уйти из этой комнаты и вообще выйти отсюда и пойти домой она же беспроигрышная это же стремление к свободе она сильнее чем все твои интеллектуальные позывы и мотивации ну и понятно что это просто игра с тобой находишь домой ну иди домой ладно через два дня мы все снова придем ну то есть практически вы рекомендуете забыть про все эти сведения о неких предельно допустимых сроках задержания надо думать надо думать о том чтобы убить либо материалы либо уголовное дело а все остальное это ну пыль у дороги по которой ты идешь вы должны выйти оттуда из этого отдела неизвестно чего с заложенными во все протоколы которые вы подписывали основаниями для того чтобы впоследствии это дело прекратить либо минимизировать ответственность которая будет возложена на вас так а именно значит мы напоминаем что первых мы обязательно подписываем всегда всегда подписываю на свои места да на всякий случай и везде оставляем замечание метим метим протоколы метим а что если мы без адвоката не можем сообразить как пометить протокол так и пишет что замечание протоколу будут после консультации защиты тоже универса после консультации защиты замечания обязательно будут после консультации защитникам число подпись со статью 51 вот по статью 51 она теперь очень нынче в моде и и носят и так и сяк и кяжеллы black tie вот расскажите как я сам вот упоротым так и говорю у вас есть выбор вступить в бой и победить либо убежать ты подозреваемый зачем тебе 51 ах вот так вот это проигрыш боя отказ давать показания против себя против себя как я рада что вы больше не работаете следователем а